каменная кладка пройдет испытание под дождем надеюсь я не размоет пока я сделаю навес всем привет вы на канале календары болова меня зовут алексей сегодня у меня снова не одиночный поход я иду с напарником вот он младший научный сотрудник карлос карлос ухо у тебя запуталась иди ко мне дайте ухо поправлю так удобней в этот раз есть возможность провести в походе всего лишь сутки кроме того есть задача на этот поход родителям нужно принести свежие рыбы ну и соответственно коту найку тоже с собой у меня две удочки кроме того в землянке еще есть одна запасная поплавочная также взял с собой пачку прикормки и немного еще есть там в лагере тоже пол пачки прикормки где-то думаю хватит мне на сутки рыбалки поэтому надеюсь что без рыбы не останусь комары сегодня зверствуют и жарко очень карлос карлос ко мне карлос побежал догонять свою очередную добычу его лай все дальше и дальше все тише его слышно я остановился немного передохнуть снял рюкзак попил воды у карлоса замечательно получается загонять добычу обгавкивать возможно даже он кого-то может задавить ну вот донести никак не может последнее что он донес это соседская курица за что был строго наказан я не брал его последние разы с собой в землянку вот он реабилитировался в этот раз он со мной сейчас подожду его потому что похоже он забежал очень далеко что язык высунул опять не донес тяжелая кого там гонял кабана или косуль отдыхай ухо опять перекрутил отдыхай отдыхающую далеко идти как те комары кусают нет кусают тоже весь комаров отрушивайся совсем недавно прочитал комментарий мужчина спрашивал как меня не достают комары гнус и всякие другие кровопийцы так вот собственно вот они сильно достают уже искусали весь аж печет всего я нормально переношу укусы комарины что касается вместе землянки там такая полянка хорошая которая продувается всегда ветром там намного меньше комаров и всякой прочей кровососущей нечисти вот мы и на подходе в лесу особо ничего не изменилось все так же полно сыроежек и все так же мало белых грибов если быть точнее белых я не встретил пока ни одного паучки конечно надоели уже что-то их так но все стало как на землянка на месте как моя кухня поживает что интересно все нормально ничего не отвалилась все держится правда был не небольшой дождь довольно долго шел видно что влажная нужно сделать навес и тогда будет хорошо все это держаться что в землянке все в порядке очень жарко сегодня хотя и налегке я не брал с собой все пауэрбанки потому что поход будет кратковременный краткосрочный но все равно так взял хороший темп так подустал конечно по жаре оказывается в прошлый раз я забыл занести одеяло в землянку что она тут уже простернулась есть запас провизии консервы овощи там на улице висят в кулечке надеюсь не испортились еще карлос иди спать будешь где твоя кровать помнишь вот здесь вот ты любитель поспать я знаю давай валяйся я пошел купаться пойдем купаться пойдем куда полез печку хотел посмотреть если грибы но опять эти паучки уже надоели я весь паутине сейчас пойду быстренько освежусь заодно посмотрю место для рыбалки карлос кого-то нашел что там жуешь фу пойдем пойдем купаться карлос оставь в покое животинку пойдем карлос купаться не хочет пойду сам заодно немного прорву траву чтобы не мешало при вываживании рыбы и 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 Продолжение следует... Место для рыбалки подготовил. Теперь пойду собирать снасти. Вода возле берега мутная от прибоя. Но дальше намного прозрачнее. Я замечательно освежился. Карлос не захотел купаться, пошел спать в землянку. А вещи я даже еще не заносил внутрь. Возможно и не буду заносить, потому что сегодня моя задача наловить рыбы. И возможно я буду спать на берегу или не спать. Как будет погода, как клев, как комары. И как меня будет вырубать в сон или не будет. Прежде чем собирать удочки, я сначала займусь прикормкой. Нужно развести огонь и сварить немного перловки. Потом я ее смешаю с магазинной сыпучей прикормкой. Карлос уже успел поспать на кровати. Выскочил. Карлос на месте. Выспался? Отдохнул? Нет еще? Пойдем дрова собирать. Пойдем за дровами. Пошли. Идем. Ах ты лентяй! Пойдем. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так хотелось поджарить белый грибов с лучком, с чесночком, с картошкой, а вот и нет, ни одного гриба не нашел. Второй поход уже с грибами я пролетаю. У меня остались еще с того похода овощи и похоже до них добрались зверушки. Посмотрите, как кто-то из зверюшек обожает домашние огурчики. Как думаете, кто это мог сделать? Хорошо хотя бы только один съели, а остальные не понадкусывали. Ну и остальные овощи, лук, чеснок, картошка, морковь остались целые, их не так много, поэтому нужно постараться их съесть в этом походе. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот перловка варится и теперь можно собирать удочки. Карлос на посту. Молодец. Хорошо ты устроился. Хоть бы гавкнул на кого-нибудь. На реке поднялась волна, поэтому я не спешу забрасывать удочки, потому что ловить будет не очень комфортно. Может сносить, стягивать снасть. Я стараюсь ловить на более такие легкие, деликатные снасти, поэтому решил не спешить и перевязать свои удочки. Это все равно следует периодически делать, потому что крючки тупятся, поводки перетираются, мракушку. И там каждые несколько рыбалок желательно перевязывать снасть. В своих видео я довольно редко акцентирую внимание на тонкостях и нюансах рыболовной снасти, прикормки, приманки и так далее. Хотя у меня довольно большой рыболовный опыт и мои знания могли бы кому-то пригодиться. Поэтому мне очень интересно, будет ли интересно для особенно постоянных зрителей и подписчиков именно подробная информация о рыбалке. Кстати, вот мне буквально сейчас пришло в голову, возможно я попробую сделать отдельную рубрику, предположим, советы рыболова. И в конце видео буду эту рубрику публиковать, для того, чтобы не занимать время людей, которым неинтересна рыбалка. Ну и мне хотелось бы понимать, нужна такая рубрика или нет. Так что если вы напишите в комментариях свое мнение, буду вам очень признателен. Но сейчас займусь снастью, соберу ее, покажу буквально как она выглядит в общих чертах. Ну а в конце видео будет та самая рубрика и уже там я подробно опишу, как я делал снасть, прикормку, какая у меня наживка, приманка и так далее. Довольно быстро делается эта снасть. Вот так она выглядит в сборе. Можно забивать кормушку прикормкой, одевать на крючки наживку и отправлять в клевое место. Ну и вторая снасть это обычный фидер, хотя у меня это совсем не обычный фидер, или даже сказать совсем не фидер, потому что удилище это у меня сборная из старых поломанных спиннингов. Верхняя вершинка это от ультралайта старенького, у которого поломался комель. А низ, это по-моему, не помню уже с какого. В общем, меня эта палка вполне устраивает, она больше, конечно, по параметрам как пикер, то есть такой легкий фидер. Здесь у меня, наверное, максимальное, что может выдать эта палка, кормушка 60 грамм. Поводок сантиметров 70, тоже крупный крючок на леща. Ну и еще здесь есть так называемый фидергамм, такая резиночка, которая позволяет ставить более тонкий поводок, чтобы рыба, когда сопротивлялась, поводок амортизировался за счет резинки. Все, собственно, вторая снасть тоже готова. Можно замешивать прикормку и начинать прикармливать рыбку. Сегодня будет небольшое соревнование. Фидер против кормушки пружины. Предполагайте, какая снасть будет уловистой. Первая в воду идет пружина. На одном крючке две перловки и пенопластик, а на втором червячок с опарышами. Первая снасть заброшена. Я не пойму, то ли сразу начало клевать, то ли это просто волной бьет по леске, по плетенку. Теперь заброшу фидер примерно на такое же расстояние, чтобы кормить примерно одну и ту же точку, чтобы соревнования не было в обред общему результату. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok За любимым занятием время пролетает незаметно и дело уже идет к вечеру. Все это время была сильная волна и ветер. Непонятно было, то ли это поклевка, то ли волной бьет по леске. Но я все это время активно закармливал рыбку и была одна поклевка хорошая, но рыба зашла в траву и сорвалась. Я не отчаиваюсь, еще впереди вечер, вся ночь, ну и зорька утренняя. Думаю, что без рыбы я не останусь. Сейчас буду потихоньку располагаться и готовиться к ночлегу. Вот и поклевка. Субтитры делал DimaTorzok Первая рыбка. Найк будет доволен. Не знаю, доживет ли она, конечно, в садке до утра. Но буду брать, потому что она их меня не поймет. Улова пока нет, но у меня еще есть 2 часа светового дня. Я уже подготовился к ночлегу. Вот так это выглядит. Взял из землянки матрас, постелил спальник и буду ночевать здесь, прямо возле удочек. Пока не клюет. Но надеюсь, ночью подойдет хорошая рыбка. Здесь же на берегу я постелил и Карлосу. Он полежал здесь полчасика и вернулся в землянку. Там ему нравится больше. Вполне удобное местечко получилось. Главное, чтобы рыба клевала и дождя ночью не было. Иначе придется перебираться в землянку. Ну что, пока не клюет, можно и поговорить. Совсем недавно, буквально на днях, в комментариях под видео, я прочитал просьбу о том, чтобы я поздравил своего подписчика Анатолия из города Сумы с прошедшим юбилеем. Мне это абсолютно не сложно, а ему, я думаю, будет приятно. Поэтому, Анатолий, поздравляю вас с недавним 50-летним юбилеем. Желаю здоровья и душевного равновесия. И будет вам счастье. Ну и, конечно же, мирного неба над головой. Привет от Алексея Календаря Болова. Похоже, была поклевочка. Да, прослаб кивертип. Вот попалась еще одна небольшая плотвичка. Найк, конечно, будет доволен. Надо же что-то и посолить мне. Садок у меня такой скромненький. Но зато очень легкий и компактный. Опять прилетели эти птички. И пасутся прямо там, куда я забрасываю. Не знаю, что они. Или корм, который падает, едят. Или рыбку, которая подошла на эту прикормку. Главное, чтобы они сами не клюнули. Клюнуло, клюнуло. Похоже, это уже не плотва. Бегу, бегу. Опа. Кто-то есть, но не особо большой. И, похоже, опять сорвался. Что ж такое? Да, сорвался. Через траву проходил. Или не сорвался. Что-то я ничего не пойму. Нет, похоже, кто-то висит. Но не особенно большой. Вернее, совсем небольшой. Ух ты! Это он шел на меня. Он все-таки подлещик. Шел сюда. О, подлещичек. Будем брать. Хорошо. Плотва закрутила сундук. Повешу подальше, вода мутная и теплая, чтобы они пережили ночь. Что-то мне не нравится небо там за лесом, очень уж темное. Похоже, что дождь будет. Теперь на фидер поклевка. Снова эти птички. Не пойму, в траву или что это. Да, трава, постоянно трава. Много сходов из-за травы. На этот раз тоже, похоже, сошла. Или плотва опять. Да, снова плотвичка. Ну что, Найку везет. Гром гремит. Карлос, наверное, испугался и прибежал. Или прибежал покушать. Будешь кушать? Сейчас дам. Вот такая у тебя будет тарелочка. Так, не спеши, сейчас дам. Мы с Карлосом с одной банки. Уйди. Отойди на место. Отойди, сказал Карлос. Не получишь. Ты отойди ты. На. О, нормальная еда. Можно есть. Я тоже уже съел полбанки. Что такое? Не наелся? На еще. Доедай уже. Доедай. Все. Больше нету. Ты больше меня слопал. Все, теперь охраняй меня всю ночь. А что ты думал? Все, закончилось. Нету. Ну хватит тебе. Что ты так жалобно смотришь? Ложись, отдыхай. Поел? Хватит. Гоняй комаров. Что, в землянке лучше? Иди в землянку, если хочешь. Карлосончик. Ну что, счет пока 3-1 в пользу фидера. Но на фидер поймалось 3 плотвы небольших. А на пружину попался подлещик, который наверное больше чем эти 3 плотвы. Огром начал греметь. Клев сейчас поутих. Но я надеюсь на ночную и на утреннюю рыбалки. Ну а пока я жду поклевки. Можно снова поговорить. Постоянные зрители наверное замечали, что в некоторых своих видео я даю такие интригующие названия, которые можно понять двусмысленно. Но в принципе, содержание видео всегда соответствует названию. Но и в этом видео название тоже необычное. Меня вычислили. А что это означает, я вам сейчас и расскажу. В недавних видео я использовал такую маленькую саперную лопатку, подаренную мне моим подписчикам. Она мне настолько понравилась в работе и в своем функционале, что я придя домой зашел, нашел сайт производителя этой лопатки. И посмотрел, что они еще производят. И нашел для себя еще одну интересную и полезную вещь. Это такой фонарь с лепестками, которые заряжаются от солнечных панелек. По-моему начинается дождь. Так вот, кроме того, что он очень долго горит, в нем еще присутствует и пауэрбанк, как оказалось. От него можно подзаряжать какие-то гаджеты. В том числе камеру, телефон и так далее. Чем я собственно сейчас и занимаюсь. В этот поход шел на легке, потому что пауэрбанков много мне своих брать не нужно было. Я взял фонарик и пауэрбанк в одном лице. Так вот, а в чем собственно суть названия? Почему меня вычислили? Потому что эта фирма, которая называется Killnex, которая производит туристические всякие гаджеты. Такие лопатки, фонари. Что самое интересное и полезное, они очень качественные. Я удивился, что все характеристики, которые я пока что проверял, полностью совпадают с теми, которые записаны в пособии, в технических характеристиках. Что сейчас довольно редко можно встретить на рынке. Так вот, эта фирма собственно меня вычислила. Не знаю каким образом. Видимо они штудируют YouTube каналы, которые профильные. которые занимаются съемками таких роликов, которые похожи с их родом деятельности. И на почту электронную мне пришло предложение о сотрудничестве с ними. Я безусловно согласился, потому что в принципе раньше я никогда никакой рекламой не занимался, как вы знаете, на канале ее не было. Приходила реклама в основном от букмекерских контор и онлайн казино в таком плане. Я отказывался от такого сотрудничества. А вот эта фирма мне вполне понравилась, тем более, что изначально я ее проверил на себе. Карлос, что ты бегаешь? Так вот, я сразу ответил, что я готов брать на обзор ваши товары, но если вы исключительно уверены в их качестве. Потому что говорить о них я буду именно то, что я думаю и то, что покажет тест. Ну вот и сегодня мне пришла посылка с еще одним товаром, который я вам сейчас покажу. Что там, Карлос? Что ты унюхал? Ложись, отдыхай или ты уже выспался? Все, ты уже на сегодня покушал больше, чем я. Завтра будешь кушать. Ну и вот, собственно, та самая посылка, которая ко мне пришла. Это, как ни странно, снова фонарик. Но он не совсем обычный. Мне бы хватило и того вот трехлепесткового фонаря с головой. Но в этом фонаре есть необычные функции. Кроме обычного свечения, довольно яркого. Сейчас еще не полностью темно, но освещает вполне прилично. Это минимальная сейчас мощность. Вот больше и еще больше. Так вот, в нем есть необычная особенность. Он называется фонарь Red, то есть красный. В нем есть вот такая вот подсветка красная, которая на рыбалке. Я могу его повесить. Здесь также есть крючочек. Вот такой. Можно повесить возле удочек или возле лагеря. Красный свет не привлекает мошкару и комаров. Вот этот красный свет горит в какие-то сумасшедшие 150 часов. Это я не знаю на сколько рыбалок может хватить. Здесь аккумулятор по-моему по емкости такой же как и в предыдущем фонаре 2600 мАч. Ну и кроме того, как бонус, здесь есть вот такая вот штука. Это натянутая спиралька и ультрафиолетовая подсветка, куда залетают мошка, комар и всякие другие кровопийцы, которые не дают спать по ночам. Я конечно сомневаюсь, что она поможет на открытой местности, когда их здесь будет полчища. Но в закрытом помещении я уже проверил дома, я не выдержал, мне интересно было как это работает. И за ночь набилось только мошкары. Сейчас я вам покажу, как она выглядела утром. Вот так, все черное. Кроме того, она противоударная и не боится влаги. Мощность освещения белого света 20% в 45 часов работы. Я думаю, что на минимальной мощности ночью для рыбалки более чем достаточно. Ну и это я все сегодня проверю. Я забросил удочку и вытащил ее сюда на берег. Не хотелось далеко заходить в воду, чтобы не мочить одежду на ночь. И вот хотел только поставить колокольчик. А там уже кто-то клюет. Вот-вот она поклевка. Ух ты! Что-то было, но похоже, что сошло. Или что-то совсем маленькое. Не, ничего нет. А вот и дождик накрапывает. Я только хотел поставить рога, чтобы на него повесить фонарь. Но дождик начинает усиливаться. Я даже не пойму, что и делать. Собираться, прятаться в землянку. Да, уже мокнет и спальник. Тент натягивать здесь не очень удобно, да и долго. Я занес матрас и спальник в землянку. По-моему, было бы глупо не воспользоваться крышей над головой, которая находится в 50 метрах от места ловли. А не спать под дождем. В общем, буду рыбачить пока не... Если не пойдет дождь, или пока не буду засыпать. Если ветер стих, дождь прекратился. Даже немного посветлело. Не знаю, может быть я зря все перетащил. Хотя, с другой стороны, можно и так порыбачить. Хотелось, конечно, с комфортом, лежа в полудреме. Но ничего, будем как обычно. Карлсончик куда-то побежал по берегу. Наверное, кого-то увидел. Карлсончик куда-то побежал по берегу. Наверное, кого-то увидел. Да, хотя еще не совсем темно. Но я прямо сейчас включу фонарик. Ух ты! Кого-то он там гоняет. Лисица, наверное. Испугался. Пытаюсь подвести. Скорее всего лисица. Да-да-да. Я ее вижу, но на камеру вы не увидите. А, нет! Это не лисица, это енотовидная собака. Сейчас я ее рассмотрел. Он теперь от нее не отстанет. Где добыча, Карлос? Ну что ты валяешься там? Пойдем. Не хочешь догонять? Животинка попить пришла. А ты ее прогнал. И опять побежал. Пошли обратно. Пойдем. Где-то там ручит. Как кошка мявкая. Пойдем, Карлос. Пойдем, а то схлопочешь сейчас. Карлос. Идем, я сам боюсь сейчас на меня еще прыгнет. Мявкает и мявкает сразу. Как и зверюха. Получишь. Карлос, пойдем. Оставь в покое животинку. Пошли. Вот что с ним делать? А ну пойдем. Карлос, я ушел. Карлос, он невкусный, пойдем. Все, я ушел. Карлос уже минут десять там воюет с енотом. Я не могу его забрать, он не слушается. Я включу сейчас фонарик на максимальную мощность, чтобы хоть как-то протестировать. Потому что на минимальной сто пятьдесят часов это очень долго ждать. Вот, включу на всю ночь. Будет гореть завтра целый день. Вот, и в итоге посмотрю сколько он на самом деле проработает. Карлос, охотничек стой, говорю. Ты хоть расскажи, дал или получил. Все на месте, уши на месте. Дай проверю, иди сюда. Ко мне иди. Целый? Барантий. Чего ты его обижаешь? Он тебя трогал? Охотничек. Да, попей водички, нагавкался. Пошли рыбу ловить. Он опять вернулся. Опять лает. Все рыбу уже распугал. И всех зверушек местных. Сейчас пойду его выгоню. И пойдем, наверное, в землянку. Плевать пока перестало. Может он нам угомонится, а этот зверек куда-нибудь смоется. Карлос, Карлос, а ну ко мне иди. Быстро ко мне. Карлос, а ну ко мне иди. Быстро ко мне. Выходи оттуда. Карлос, ко мне, говорю, выйди. Бегом сюда. Пошли на место. Пошли домой. Быстро. Давай тут хлопочешь у меня. Пошли домой. Давай, оставь в покое зверюшку. Давай вперед. Вперед, давай. Ты опять водички пришел попить и опять гавкать. Пойдем, быстро. Идем, чтоб я тебя видел. Давай вперед, вперед. Вперед, говорю. Все, иди спать. У меня уже в ушах звенит от Карла Салая. Он снова там, терроризирует этого енота. Я решил идти отдыхать, уже хочется спать. А завтра встану пораньше, до рассвета, и буду ловить леща. Да, вот так вот, не знаю как на камеру, видно меня или не видно. Вот так светит красный свет этой лампочки. Кстати, комаров налетело, двери были открыты. Сейчас включу эту спираль, которая будет убивать комаров. Посмотрим, сколько она набьет их за ночь. Ну и свет будет гореть всю ночь. Надеюсь, он не сильно будет мешать спать, потому что спать сильно хочется. Так, где тут эта кнопочка? Вот. Вот включилась спиралька и подсветка. А, могу, конечно, включить его в белом режиме, как он будет светить. Ну вот, в принципе, очень прилично, мне кажется. Да вообще все хорошо видно, как будто бы дома лампочка висит. Если включить их в паре, так вообще будет иллюминация ООО. В общем, ладно, включаю на красный свет и буду отдыхать. Ну все, спокойной ночи, увидимся утром на рассвете. Будильник прозвенел, сейчас раннее утро, на улице еще темно. Ночью шел дождь, комаров было много. А, Карлос прибежал под утро, открыл двери, заскочил и не перекрыл плотно. Комары продолжали залетать, пока я не встал и не закрыл. Лампочка настреляла комаров нормально. До сих пор один еще искрит. На улице еще совсем темно. Думаю, мы сейчас с Карлосом немного перекусим. Консервы снова, чтобы не тратить время на готовку. Мы с Карлосом позавтракали и я снова на реке. Обычно с утра на реке Штиль, но уже присутствует небольшой ветер. Поэтому, скорее всего, днем будет шторм. Поэтому у меня немного времени, чтобы ловить рыбы. Так что продолжаю соревнования. Ловить рыбы. Уже. Рыбы. 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 Карлос любит прятаться под свои одеяльца. Вот так спрятался из ветра. Сегодня ветер изменился на противоположный, а клюв рыбы обычно напрямую зависит от направления ветра. Поэтому есть надежда, что сегодня подойдет лещ и будет поменьше плотой. Поехали. Такой окунивка клюв. Такой окунивка клюв. Такая ветвичка на фидер, итого уже 5,1 в пользу фидера. Такой окунивка клюв. Только что была поклевка на фидер, а вот теперь вот такой карасямба на пружину. Сейчас аккуратно его нужно положить в садочек, не упустить. Он очень резвый. Солнце еще проглядывает, но уже моросит дождик. Небо все затянуто, так что надо аккумулировать тепло. Последние лучики сегодня. Думаю, что дальше погодка испортится. Да, там просто стена травы, ни разу не протащишь, чтобы не вытащить. Ух ты, убегает удочка. Кто это так делает? Может быть опять карасик? Ох, бьется хорошо. Чуть удочку в траву завел ад. Удочку не утащил чуть. Тихо-тихо, дальше он в каждый кустик заходит. Зараза. Давай выходи. Вот зараза. Хорошая рыбка, но зашла в траву. Сошла. Похоже. Не пойму, вроде что-то и дергается маленькая. Может быть там две было рыбки. Нет, все-таки сошла. Жаль. Жаль. Ух ты, снова поклевка на пружину. Кажется совсем что-то небольшое, наверное, плотва. Или вообще ничего нет. Понятно, кто-то есть. Уходит в сторону, в камышек. А нет, похоже не плотва. Просто на меня шел подлещик. А, это снова карась. Против солнца не видно. Карасик это хорошо. Карасики мне нравятся. Резвый карасик. Снасть пружина догоняет. Счет уже 3-5. Ну вот уже и улов есть. Найку не стыдно показать. Будет. Хорошая подтяжка была снова на пружине. Похоже, что бросил. А только что выматывал этот фидер. Хотел перезабросить, долго не клевало. А на нем не оказалось поводка. Видимо, когда я отвлекся, перезаряжал пружину. Была хорошая, наверное, подтяжка и поводок оборвало прямо. А я думаю, почему так долго не клюет. А там нет поводка. Сейчас пойду перевяжу поводок. О, вот поклевочка. Передумала. Удочку хочет забрать. Кто это делает? А, кто-то есть. Снова на меня идет. Ух ты. Так, тихо-тихо. Куда ж ты в траву опять? Давай выходи. По пущу может выйдет. Вроде бы хорошая рыбка. Еще там. Давай, давай, вылазь оттуда. Вроде бы вышло. Да, еще на месте сидит. Зашел в воду почти по поясу. Лещичек такой вот в траве весь. Лещичек такой вот в траве весь. Красавелла. Красавелла. Ну вот, уже и на жареху есть. Не только Найко. Пришел в землянку, чтобы взять запчасти. Срезать новый поводок на фидер. Фонарик горит. Вчера я его включил в 8 часов вечера. Сейчас пол восьмого утра. По идее он должен прогореть до восьми, даже до девяти часов сегодняшнего вечера. чуть больше суток. 25 часов. Так, вот коробочка. Пойдем, Карлос, на рыбалку пойдем. Что, что? Ты что же позавтракал? Полчаса назад. Сейчас. Потерпи чуть-чуть. Белка скачет. Прикольный у него такой голосок. Когда она нервничает, кричит. Запутался, давай, вылазь. Пошли. Иди на место. Стой. А то ты меня запутаешь там все. Давай на место ложись. На место, на место. Давай, давай, на место. Молодец. Отдыхай. Охраняй. Счет 5-4 в пользу фидера, но на фидер вся рыба мелкая, но время еще есть и все может поменяться. Погода, вопреки прогнозу, довольно хорошая. Ветер стих. Не холодно, не жарко. Комфортно ловить. Да и рыбка хорошо поклевывает. Вот и на фидер поклевочка. Похоже, уже не плотва. Снова. Снова в траву. Давай, выходи. Как дальше эта трава закончится, а? Давай, давай, вылазь. Вроде неплохая рыбка. Опять придется заходить. Опять придется заходить. Неужели плотва? Да, показалось, она как-то забагрелась за пузо аж. Поэтому показалось, что рыба покрупнее. Она не забагрелась, она поймалась на удавку в петлю. Крючок даже был не в ней. У меня это не впервые, когда таким образом ловится рыба. На удавку в петлю. Хорошо, что ты напугаляешь. Спокойней. Не пойму я в чем дело. Крючки вроде одинакового размера. Насадка тоже одинаковая наживка. А рыбка совсем разная. Вытащил пружину, а на ней обрезанный нижний поводок. Плетенку довольно сложно оборвать. Это должна быть очень серьезная рыба. Скорее всего, она завела за ракушку и обрезала ракушкой. Но это может быть к лучшему. Я сейчас сниму верхний поводок и поставлю его вниз. И оставлю с одним поводком, чтобы когда рыба проходила через траву, было меньше шансов зацепиться вторым крючком. Ветер стих. Небо потихоньку затягивает. Похоже на затишье перед бурей. Да и рыбка тоже перестала клевать. Я выматывал снасть с пружиной. И так боковым зрением заметил, что на фидер хорошая потяжка была. Что ж ты опять в траву зашел. Первая рыбка была вроде бы неплохая. Давай вылазь. Сколько ж там травы. О! Вот она фидер. Первый подлещечек. Небольшой, но уже лучше чем плотва. Хорошо так потянул лещик наверное. Посмотрим как кормушка пружина с одним крючком будет проходить траву. Пока вроде все хорошо. Тьфу тьфу тьфу. Давай 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 вылазь. Да, намного лучше выходит. Вот он показался с кучей травы. Так куда тебя буду здесь отцеплять. Вот такой. Да, садочек у меня маловат. Ну что рыбки так уже и наловил. Может быть и хватит. Наверное поймаю еще одну рыбку и хватит. Потому что мне все таки ее тащить на себе, а не на машине вести. Да и кроме того не хочется попасть в сильный дождь. Лес будет мокро и скользко. Поэтому еще одну рыбку и буду собираться. Ух ты. На пружину клюнуло. Сидит. Да, сидит. Все, наверное это крайняя рыбка. Я буду собираться. Может быть успеют до дождя. Бьется хорошо. Давай выходи. Снова в траве. Давай, 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 давай. Давай, вылазь, вылазь. Во! Как он в сторону пошел. Ишь ты. Похоже, как карась сопротивляется. Что ли? Что это? Нет, лещ. Хороший лещик такой. Желтый уже. К берегу. К берегу его. Тихо. Тихо. Лопата. Хороший тут. Больше килограмма. Хороший тут. Давай, давай. Все, полный садок. Хватит на сегодня. Иду собирать рюкзак и снасти. А рыбка пока пусть поплавает. Я хотел принести сюда рюкзак и все свои вещи, которые в землянке. Но начался дождь. И, наверное, я все перенесу туда. Буду упаковываться в землянке. А потом вернусь за рыбой. Каменная кладка пройдет испытание под дождем. Надеюсь, ее не размоет, пока я сделаю навес. У меня осталось почти пол ведерка при кормке. Можно ее, конечно, высыпать здесь, в речку. Но у меня дома есть небольшой прудик во дворе. В котором тоже есть рыбка. Которая с удовольствием ее съест. Поэтому, если рюкзак не будет очень тяжелый, то заберу ее с собой. Покормлю своих карасей. У меня осталась еще полная пачка при кормке. Я ее подвесил под самый потолок. Надеюсь, мыши не залезут сюда до моего следующего прихода. Ну, а пока идет дождь, можно подвести итоги соревнования между фидером и снастью с кормушкой-пружиной. В принципе, не все так однозначно. На фидер было впоймано немного больше рыбок по количеству. Но по качеству однозначно выигрывает пружина. Но если бы я не знал и не видел лично, как ловили мои друзья, спортсмены-рыболовы, на фидерные снасти. А рядом ловили также мои друзья, но не профессионалы, а любители на снасти с кормушками-пружинами. И уловы были зачастую лучше на фидерную снасть. Причем фидер был всего лишь один, а люди ловили по несколько удилищ сразу. И на каждой кормушке по два крючка это тоже имеет значение. На фидере всего один крючок. Поэтому однозначно сказать не могу, что кормушка-пружина лучше, чем фидерная снасть. Но однозначно для новичка, для любителя намного проще поймать на пружину. Потому что, во-первых, ее можно забросить и оставить с колокольчиком. На фидер нужно смотреть постоянно на вершинку удилища и делать своевременную подсечку. Рюкзак упакован, дождик практически прекратился. Остается погрузить только рыбу. Поэтому я иду доставать рыбу и хвастаться уловом. Карл, беги, прощайся со своим другом енотом. Все, забираем рыбу и возвращаемся. Идешь к еноту или нет? Или ты уже голос сорвал гавкать на него? Вот это я немного затупил. Я уже переоделся, готов к выходу. Ну а теперь нужно как-то достать рыбу. Придется опять раздеваться. О, заодно нашел колокольчик, который нужно забрать. Пойдем кого-то скупать. Пойдем кого-то скупать. Пойдем. Фрагментер. Пойдем. Пойдем. Поймышisch. Василий, какие-то? Пойдем. Пойдем. Тебя зеркала. Пойдем. Субтитры делал DimaTorzok Отойди, дай рыбку покажу Не буду их доставать, уловом я доволен Все, несу домой родителям и Найку с Тимофеем Карлос, что такое? Успокойся Ну идем, идем уже Все, рыбу погрузил в рюкзак, можно одевать на плечи и выдвигаться в обратный путь Главное не добыть фонарики, я их так и не выключаю Энергию не экономлю, потому что Во-первых, поход короткий, а во-вторых, они уже проверены И я практически уверен, что фонарик новый Также с успехом выдержит тестирование Я его не буду выключать Также положу включенным в рюкзак И дома доведу до полной разрядки И уже в следующем видео расскажу, как он повел Беги, выходи Иди прощайся с бобром, с этим, с енотом В общем мы выдвигаемся Рыбалка очень доволен Нашел пару грибочков сразу Вот таких вот красивых Один поврежденный, сорву его Вот такой вот Вот тот хороший Брать не буду Потому что это те, которые горчат Я их не люблю Чуть не забыл удочки Удочки забрал И мы с Карлосом возвращаемся домой А вас хотел попросить Не забыть написать в комментариях Как вам моя идея Насчет рубрики Советы рыболова Будет ли это интересно Или же оставить все как и было Кстати, прямо сейчас Она и будет в экспериментальном виде Вы можете посмотреть и оценить Ну и на этом с вами буду прощаться Всем мира И до встречи в новых видео Пока Так, спокойно Сегодня у меня будет две разные снасти Одна снасть Это обычный фидер С открытой кормушкой И вторая Вот такая пружина Она утяжеленная Для того, чтобы Не только держала течение Хотя по большому счету Здесь большого течения нет Потому что когда корм вымывается Кормушка становится очень легкая И рыба не всегда засекается Начну с пружины Для этого нам понадобятся Резиновые стопорки И вертлюжки Ну и естественно Сама пружина и крючки На основную леску Я одеваю один стопорок Да, еще можно использовать бусинку Но это не обязательно После стопорка Одеваю бусину И следом Поджимаю ее Еще одним стопорком Вот так это выглядит На эту бусинку Можно будет одеть Петля в петлю Поводок с крючком Дальше продеваем кормушку И в конце основной лески Привязываем вертлюжок Ну кому какие узлы нравятся Я думаю Их большое количество В интернете Я лично Вяжу вот так С помощью стопорков Можно регулировать расстояние Поводка с крючком От кормушки А сейчас займусь поводками Крючки использую Довольно крупные На леща Чтобы можно было Насадить побольше опарыша Можно даже добавить перловочку Если она не сильно разварена Чтобы хорошо держалась Ну и для того Чтобы отсечь мелочь От наших приманок В качестве поводкового материала Использую обыкновенную плетенку Поводок должен быть Коротенький Около 5-7 сантиметров Тогда рыба засекается Намного лучше Для того чтобы проще было Сделать короткий поводок Сначала делаю петельку Которая будет потом Методом петля в петлю Крепиться к вертлюжку И к бусинке Петельку затягиваем Продеваем плетенку В ушко крючка И максимально Подвигаем К петельке Я оставляю буквально 5 миллиметров От ушка До начала петли Ну в общем тут Чуть больше сантиметра Теперь начинаю намотку Делаю Петлю Ну все знают этот узел Для привязывания крючков Наматываю Продеваю в петельку И теперь при затяжке Выйдет как раз Вот такой вот 5-6 сантиметров Поводок Именно такие я использую Затягиваем И обрезаем лишнее Ну вот два поводка готова Теперь берем петельку Продеваем ее В отверстие бусинки И В эту петельку Продеваем Крючок полностью Получается монтаж петля в петлю Вот Теперь он отсюда никуда не денется Будет надежно держаться А кроме того Эта бусинка дает Вот такой вот ход крючку Который будет Намного меньше путаться Ну а уже с топорками Ну и уже с топорками Мы регулируем расстояние от кормушки Точно так же Петля в петлю Делаем вертлюжок Довольно быстро делается эта снасть Вот так она выглядит в сборе Можно забивать кормушку прикормкой Одевать на крючки наживку И отправлять в клевое место Ну и вторая снасть Это обычный фидер Хотя у меня это Совсем не обычный фидер Или даже сказать Совсем не фидер Потому что Удилище это у меня Сборная Из старых поломанных спиннингов Верхняя вершинка Это от ультралайта Старенького У которого поломался комель А низ Это по-моему Не помню уже с какого В общем Меня эта палка Вполне устраивает Она больше конечно По параметрам Как пикер То есть Такой легкий фидер Здесь у меня Наверное максимальное Что может выдать эта палка Кормушка 60 грамм Поводок сантиметров 70 Тоже крупный крючок На леща Ну и еще здесь есть Так называемый Фидергам Такая резиночка Которая позволяет Ставить более тонкий поводок Чтобы рыба Когда сопротивлялась Поводок Амортизировался За счет резинки Все Собственно Вторая снасть Тоже готова Можно замешивать Прикормку И начинать Прикармливать рыбку Опарыша желательно Пересыпать сухой прикормкой Тогда он Напитается Ее запахом И будет оставаться Все время сухим Ну а заодно Ему будет чем подкрепиться Сегодня прикормка У меня будет сборная Все остатки Которые были здесь Землянки Что-то я принес из дома Сейчас все это вместе Смешаю Добавлю туда перловки И самой воды В которой варилась перловка Замешаю И потом добавлю Грунт Посмотрим Что из этого получится Сразу много Замешивать не буду Потому что Сейчас жарко Она может Быстро скиснуть Также добавляю Сечку Пшеницы Перловочка Получилось то что надо Можно и на крючок И в прикормку Пшеницы 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 Прикормка Прикормка должна быть Такой консистенции Чтобы при сжатии Она склеивалась Но с другой стороны И легко распадалась При повторном нажатии Прикормка готова Иду забрасывать удочки Многие могут подумать Что грунт в прикормку Добавляют исключительно В целях экономии Что мы добавили Часть грунта Объем увеличился И нам хватит прикормки На большее время Это в какой-то степени так Но грунт еще имеет Несколько полезных свойств Первое Это Маскировка Прикормки на дне Как правило Мы берем грунт Возле водоема И Он Вымываясь водой Как бы попадает В водоем Поэтому Цвет как правило Совпадает И Рыба Не так Пугается Яркого пятна Прикормки на дне Во вторых Он Немного разбавляет Вкусовые Концентрированные Качества Прикормки То есть Рыба тоже Настороженно Не будет Чувствовать Такой Концентрированный Запах И будет Более спокойно Подходить Кроме того С помощью грунта Можно изменить Вязкость прикормки Если она у вас Получилась Сильно липкая И не рассыпается В воде То можно Добавить Сухого песка И она станет Более рассыпчатой И наоборот Если она Плохо лепится То добавить Глины или земли И она будет Лепиться Намного лучше Длину поводка На фидере Следует выбирать Исходя от Силы течения На водоеме И от Активности рыбы Если рыба Активно И жадно Берет приманку Далеко ее Заглатывает То следует Укоротить Поводок Если же Наоборот Частые Сходы Или рыба Берет за Самый краеш Губы То следует Увеличить Длину Поводка Опарышей Насаживаю Побольше Чтобы Привлечь Более крупную Рыбку В фидерной ловле Как правило Используют Насадки Животного Происхождения Такие как Мотыль Опарыш Червь Но можно Также Использовать И Насадки Растительного Происхождения Или же Комбинировать Как я в данном Случае Две перловки И два Опарыша Ну вот Отойди Дай рыбку Покажу Вот такие Вот красавчики